Приветствую вас! Знаете, я бы хотел, конечно, для начала, чтобы вы сформулировали свой запрос, вот, вопрос к психологам, потому что вы говорите, что вы не знаете, какое вам принять решение, мы не знаем этого тоже. Мы просто решение принимаем, принимаем только вам, вот, и одно дело, если вы хотите наладить отношения с мужем, со своим, это одно дело, что в этом случае вы можете с ним встретиться, вот, и чётко обозначить ему, ну, такое решение, да, чётко сказать ему, что вы хотите, что вам нужно, ну, вот, и, собственно, что вы не будете, а, значит, что вы не будете отступать, да, вот, а, если вы хотите с мужем разобраться, в отношениях с мужем, вот, а это с одной стороны, с другой стороны, если вы хотите разобраться в себе, в себе, а, ну, себе, самой, да, то это, соответственно, немножко другая история, и разбираться нужно уже немножко в другом, как в другом ключе, вот, в другом контексте, на мой взгляд, вот, потому что нужно понять, что вам нужно и чего вы хотите, вот, если так вышло, что муж живёт с родителями и не хочет, как бы, жить без них, да, вот, то, соответственно, скорее всего, от своей позиции он не отступится, вот, тем более, что вы один раз уже приняли его такую точку зрения, однажды вы уже приняли его точку зрения и, соответственно, он будет ждать, что вы вновь согласитесь, вот, и мне кажется, что, в первую очередь, вам нужно разобраться в себе, Аида, и определиться со своими желаниями, да, то есть, как-то вы согласились не просто жить с его родителями, но как-то вы согласились выйти замуж за этого человека, родить ребёнка, что это вы делали вместе с его родителями, смотрите, какая штука, и мне кажется, что это очень важный на самом деле момент, потому что какая-то же позиция у вас была по данному вопросу, какая-то же точка зрения у вас была по данному вопросу, как-то же вы решали поступать, да, как-то же вы думали, как-то же вы решения принимали, какие-то, понимаете, вот, а теперь, ну, получается так, что за эти решения, как-то ответственен, ну, ответственный ваш муж, то есть, это, это, ну, позиция такая странная, я бы сказал, в некотором смысле, потому что, мучить он как думает, он как думает муж, он думает, что, ну, если она согласилась, да, один раз, если она согласилась, то, ну, наверное, согласится ещё раз, да, наверное, она, ну, согласна, в принципе, вот, и в этом смысле мужа можно понять, я его не защищаю, я его не защищаю, вы не подумайте, что плохого, да, ну, мужа можно понять, вот, вот, в принципе, такая позиция не видится в этой ситуации, да, и решения, решения здесь принимают только вам, как бы, вот, что есть, только вам принимают решения о том, как себя вести, да, и как поступать, разберите в себе, почему вы так вот поступили, и почему бы, как вы оказались в этой нашей, ну, ситуации, да, вот, и дальше уже, в принципе, я думаю, будет всё более-менее понятно, вот, то есть, вот, смотрите, значит, вы пишите, я ушла от мужа два месяца назад, из-за чего, из-за родителей, он теперь начал мне звонить, просто вернуться, ну, правильно, там, своему ночью, но он живёт со своими родителями, не хочет от них отдалиться, это его, это его выбор, это его видение, это его видение в семейной жизни, такое, я не хочу с его, не хочу жить с его родителями, впрочем, это из-за них, я и ушла от мужа, они всё время вмешивают в наши отношения, но если они всё время вмешивают в ваши отношения, как-то так вышло, что вы не только вышли замуж за мужа, но и ребёнка завели, как бы, то есть, ну, вы извините, конечно, но это странно, как минимум, такая позиция, да, она странно, странно, как минимум, как минимум, эта позиция странная, вот, и, значит, нужно вот подумать вам на эту тему, то есть, родители вмешиваются всё время в ваши отношения, хорошо, я понял вас и, соответственно, с вами согласен, я согласен, что родители, вот, они действительно, ну, его поступают так, вот, они пытаются умествоваться, значит, так, а, почему вы-то выбрали мужа, тогда, его, вот, так, чего вы ожидали-то? Почему вы и сейчас думаете, что он, э-э-э-э, свою позицию поменяет, ну, просто сменит свою позицию? Что вас наводит на таком же, на что вы надеетесь, когда говорите, что я не знаю, какое мне решение принять, да? Вот. Ну так это означает, что вы полагаете, что он изменится? Как бы. Ну так, а у меня вопрос такой, а с чего ему меняться-то, собственно говоря, а с чего ему меняться? Вот он сейчас начал вам звонить, да? Это значит, что вы ему, ну хорошо, ставьте условия тогда, что вы не будете жить с ним, если он не отдалить от родителей, допустим, к примеру, да? Ну вот. Хорошо. Ну а куда? Тогда вот. Как бы. Куда вы? Где вы будете жить? То есть вот что-то вы говорите, что не хотите жить с родителями. Хорошо. А где вы хотите жить? Есть ли место, где вам жить? То есть вот у меня такие вопросы возникают. Такое ощущение, да, складывается, что вы вот сами решение приняли? Когда-то. А теперь, значит, вам оно не нравится. Какое-то решение. Теперь. И вы пытаетесь все переиграть. Это нормально, что вы пытаетесь все переиграть. Не говорю, что вы не должны этого делать. Но я хочу сказать так, что если вы переигрываете, то делайте это стабильно, да? Да, то есть. Не повторяйте. Не повторяйте ошибок. Своих. Вот. Надо четко появиться. Вот. Дальше. Вы пишите. Не могу нормально, значит, даже поругаться с мужем. Своим. Да? Вот. Ну. Ну. А, соответственно. Хочется спросить у вас опять. Хочется спросить. Зачем? С мужем вашим. С мужем вашим. То есть вы так говорите, да, как будто вот прям вам хочется с ним ругаться. Так а для чего ругаться с мужем? Да. Да. Родители неправильно делают, что, значит, ну, что заступается за него. Я согласен с вами. Тут как бы, ну, сложно не согласиться. Что они неправильно делают, что заступают за него. Всё так. Но. Но. Так, ааааааа. Вы смотрите корень. Ситуации. Вот. Корень ситуации. Он. Именно такой, да? Что. 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 Значит, ссора происходит из-за чего-то, да, и как бы ссора сама по себе это, ну, не совсем норма, да, вот, поэтому вопрос к вам, опять же, вопрос к вам. Из-за чего ссора, для чего я ссорюсь, почему я, значит, ссорюсь и так далее. Потому что, знаете, ну, на мой взгляд, слабый достаточно аргумент, значит, того, почему родители мешают. Что мешают ссориться. Вот. Вы видите, конечно, но аргумент это очень слабый. То есть я бы сказал, что мешают ссориться, и хорошо, что мешают ссориться, то есть и не надо ссориться. Как бы вам. Да? Нет. То есть мы сейчас не берём как бы в расчёт тот факт, что там, допустим, в расчёт, что ссора, ну, что ссора иногда полезна. Вот. Ну, сейчас, не берём это в расчёт. Вот. Это одна причина ссоры. Вот и всё. То есть как бы это вот вам нужно для себя решить, что вы хотите, и не меняя своего мужа. Вот, да, то есть, нет ощущения, нет ощущения, что ваш муж, вот он поменял свою позицию, вот, недавно, буквально. Вот. Нет такого ощущения, у меня, по крайней мере, по крайней мере. Вот. У меня есть ощущение, напротив, что он, что у него всегда такая позиция была. Вот. Ну, тут всё. И какое-то время вы с этой позиции мирились, да? Вот. А теперь перестали мириться. Да что-то изменилось у вас. Это неплохо, но вам нужно признать это, что что-то изменилось. И для успешного продвижения вашей позиции необходимо мужа об этом чётко поставить в известность. Вот. Вот чего ты хочешь, и вы чего-то хотите. Вы хотите быть хозяйкой, к примеру, да? Вот. Вот. Вы этого достойны. Ну и всё. Тогда дайте ему это понять. Но будьте готовы к тому, что он, ну, не сможет, что он не сможет это принять. Что он, что он не готов, что он не готов что-то менять в своей жизни. Потому что он не хочет от них отдаляться, да? Они его защищают как бы. Вот. У него с ним большая связь. У него с ними большая связь. Ну, высокая связь. Вот. Вот. И чтобы ему эту проблему отобрать, да? Ему нужна помощь. Вот. Помощь именно специалиста. Как бы. Вот. Знаете? Какая штука. Помощь нужна именно психологу. Потому что он сам увидел в этом проблем. Вот. Знаете? Знаете? Да. Если он в этом проблеме сам не видит, то вы ничего не сделаете. Ну, а вам не стоит слишком зависеть от его решения и не стоит слишком сильно на него полагаться, раз такой вот момент имеет место быть, да? Ну, спросить себя о том, почему же я выбрал себе такого человека в мужья. Вот. Вот так, в принципе, можно ответить вам на ваш вопрос. Решения за вас принимать никто не может. Вот. Решать вам, смотрите, что для вопроса. Не важнее. Нужно разобраться с тем, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. До новых встреч. Продолжение следует...